Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ученый-секретарь музея имени Андрея Рублева Наталья Камашко. Сейчас залы музея недоступны для посещения. И мы не можем открыть, как планировали, выставку одного памятника, иконы оружейной палаты из подмосковного города Бронницы. Поэтому мы решили открыть ее вот в таком формате, в интернете. Если вы не можете прийти к нам, то мы идем к вам. Мне самой непривычно это делать в интернете, но, тем не менее, сейчас для нас это самый оптимальный способ общения. Мы не хотели бы, чтобы вы думали, что мы о вас не помним. Музей продолжает работать, музей с вами, и все, что мы делаем, будет доступно вам. Итак, сегодня мы открываем выставку одного памятника. Выставки одного памятника – это очень важное направление деятельности нашего музея. Мы осуществляем его с 2017 года. Эти выставки позволяют нам представить углубленно, вдумчиво одно произведение или небольшой комплекс произведений, которые находятся в нашем собрании или в частных коллекциях. Как правило, это произведение впервые экспонируемое и ранее не публиковавшееся. Приходя в основную экспозицию, любой человек имеет возможность зайти в этот небольшой зал и более пристально, более долго, более глубоко познакомиться с историей этого памятника. Как правило, те памятники, которые мы выставляем в этом зале, они имеют какую-то очень интересную историю. И в данном случае икона, которую мы вам показываем, она является очень важным историческим свидетельством, документом, в котором скрыт ключ некоторым загадкам строительства того храма, из которого эта икона происходит. Икона входит в комплекс из семи крупноформатных икон, которые поступили к нам в 1965 году. Это время активного формирования коллекции музея, и можно сказать, что этот комплекс – это то, на основе чего складывалась наша коллекция, это ядро этого собрания. Иконы из комплекса реставрировались в разное время, и ныне выставляемая икона, она последняя в этой очереди, только что были закончены работы по ее реставрации. Иконы, отреставрированные ранее, уже давно и хорошо известны нашим зрителям. Многие из них всегда находились в экспозиции нашего музея, в постоянной экспозиции, в зале, посвященном концу XVII века, и сейчас экспонируются четыре иконы из этого комплекса. И это замечательные памятники мастеров оружейной палаты. Икона, которую мы сейчас вам показываем, она не имеет подписи, но она, безусловно, создана тогда же, в начале XVIII века, и когда-то находилась в соборе Архангела Михаила подмосковного города Бронница. Город Бронница в XVII веке был селом, и назывался немножко иначе. Его название было тогда Броничи. Это село известно с XV века по документам. Оно уже тогда было великокняжеским, потом некоторое время предлежало попнуть ему Боровскому монастырю, а со второй половины XVI века уже было государевым вновь. И в этом селе жители занимались разведением лошадей для царских конюшен. Это было царское конюшенное село. То есть жители этого села были все связаны с коневодством. И именно поэтому главный храм этого села носит имя Архангела Михаила, потому что Архангел Михаил на Руси всегда считался покровителем коневодов. Ныне существующий храм построен в первые годы XVIII века. До этого в селе уже был храм деревянный, также посвященный Архангелу Михаилу. Его в начале XVIII века разобрали и стали строить каменный. И вот история этого храма очень интересна. Дело в том, что по статусу села работы должны были в нем производиться за счет царской казны. Но время, когда строился этот собор, это первые годы XVIII века, 1702-1705, это были годы правления Петра I, который уделял Москве внимания очень-очень мало. И поэтому строительство каменного храма в хозяйственной вочине дворца было практически неизвестно. Чтобы за этим не стояли какие-то очень серьезные иллюзии, которые и помогли осуществиться этому проекту. Документы говорят нам о том, что подрядчикам, человекам, который осуществлял связь со строительной артелью и казной, уделявшей на это деньги, и человеком, который вел общий надсмотр над строительством, был уроженец села Бронницы, купец Иван Иванов-Бронницкий. Иван Иванов-Бронницкий входил в гостиную сотню. Гостиная сотня – это очень крупная корпорация купеческая, была закрытой корпорацией, туда попасть мог только очень богатый купец, имевший очень большой годовой оборот. То есть это была привилегированная корпорация. И, конечно, этот человек имел хорошие связи при дворе. По-видимому, именно они помогли ему добиться того, что на его родине, в селе Бронниче, началось каменное строительство. Храм был построен пятиглавым, небольшим, с тремя окнами света, с небольшой трапезной. Затем в середине XIX века трапезная была расширена, и храм был немножечко переделан. Но общий его вид он сохранил первоначально. Понятно, что вот это пятиглавие, закомары ложные, которые завершают основной объем храма, это некая перекличка с Архангельским собором Московского Кремля. Конечно, оба храма имели одно посвящение, и такой образец кремлевский, выбранный для этого храма, он был не случайным. Хотя, конечно, этот храм выстроен уже в том стиле, который характерен именно для конца XVII-начала XVIII века. Ну и тогда же был выполнен иконостас для этого храма. Работой над иконостасом, над ворезной частью и иконами занимались уже государевы-мастера, которые были приписаны к оружейной палате, крупнейшей художественной мастерской того времени. Иконостас тоже подвергся изменениям в середине XIX века, в 60-х годах, но, тем не менее, структура его сохранилась, и, по-видимому, сохранилась большая часть икон. Иконы, которые поступили к нам в музей, находились в местном ряду иконостаса, а также в отдельных киотах, которые стояли в этом храме. Как видите, это высокий иконостас, имеющий праздничный, дейсусный, пророческие, праотеческие ряды, и даже наверху мы видим небольшие иконы в картушах, которые окружают распятие, установленное в центре, завершающие этот иконостас. Это были иконы страстного ряда. В XIX веке живопись икон была полностью переписана. Мы не знаем, сохранилась ли авторская живопись в чиновых иконах. Это требует дополнительного исследования, чтобы понять, есть ли там живопись начала XVIII века. Но понятно, что эти иконы писали мастера оружейной палаты. Автографы мастеров оружейной палаты стоят на иконах местного ряда, которые сейчас находятся в собрании нашего музея. Иконы страстного ряда были переписаны. Сейчас там изменены сюжеты, это предстоящие распятия и ангелы, изменены композиции икон праздничного ряда. То есть в 60-е годы довольно сильно все изменили. Мы знаем о том, где находились наши иконы и какова была структура иконостаса по описям 50-х годов XIX века. Они были сделаны через 150 лет после возведения этого иконостаса, но тем не менее до глобальной перестройки. Поэтому они нам дают определенное представление о том, что было в этом храме. Итак, иконы, которые происходят из этого собора и находятся сейчас в нашем музее, они находились первоначально в местном ряду иконостасия. Во-первых, это две иконы Богоматери и Христа, которые стояли по сторонам от царских врат. Эти иконы имеют автограф известного мастера оружейной палаты Тихона Филатьева. Это Богоматерь Смоленская и Господь Содержитель. Тихон Филатьев был одним из лучших оружейной палаты, продолжателем традиций Симона Ушакова. Работал он на рубеже XVII-XVIII веков, прожил довольно долгую жизнь. В пару с ним над этим комплексом трудился еще один мастер оружейной палаты Кирилл Уланов. Это две подписные иконы, которые стояли справа и слева за иконами Тихона Филатьева. Слева мы видим с вами икону Иоанна Милостивого, святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский. Это очень интересный сюжет. Дело в том, что Иоанну Милостивому был посвящен еще и один предел в более позднем храме Бронницком. И вообще почитание Иоанна Милостивого в Бронницах начинается именно в начале XVIII века. И, по-видимому, связано именно с деятельностью Ивана Бронницкого. Сюжеты икон местного ряда они подбирались не случайно. По-видимому, Иоанн Милостивый был святым покровителем самого Ивана Бронницкого. Иоанн Милостивый, святой, который редко изображался в иконах, но в XVII веке его почитание уже имелось в Москве. В частности, в Архангельском соборе Московского Кремля был посвящен и ему предел. В 1645 году из Александрии была привезена частица мощей этого святителя, и она хранилась именно в Архангельском соборе. Обратите внимание на то, что святой здесь изображен в один из моментов своего жития. Он раздает милостыню нищим, убогим, больным. За ним стоят представители клира, а вокруг постамента, помоста, на котором он возвышается, находятся сирые, больные, убогие. Вот этот элемент, внесенный в эту иконографию, он очень важен. Мы изображение вот этих простых людей из народа увидим с вами еще на нескольких иконах, происходящих из этого комплекса. Справа мы видим храмовый образ собора Архангела Михаила. Он тоже имеет автограф Кирилла Уланова. Иконография здесь тоже немножко необычная, потому что, как правило, на иконах собора Архангела Михаила, Архангелы Михаил и Габриил изображались симметрично, держащими в руках медальон с образом Спаса Иммануила. Здесь мы видим изображение не Иммануила, а Христа Вседержителя, выседающего на огненных херувимах, в таком огненном кольце. Оно помещено несколько выше, а в центре стоит Архангел Михаил, тот, кому посвящен этот храм. А Архангел Габриил стоит слева от него. То есть вот такое подчеркивание роли Архангела Михаила здесь очень важно. Оно, конечно, не случайно. Изображен он здесь, в воинских одеждах, как архистротик небесного воинства. В этот комплекс входило еще две иконы, которые стояли не в самом иконостасе, а по сторонам от него на боковых стенах. Эти иконы изображают Богоматерь в новых для России того времени иконографических типах. На северной стене стояла икона Богоматери умиления и посещения бедестраждущих. Это один из вариантов иконографии Богоматери всех скорбящих радостей. Икона эта не имеет авторской подписи. Мы видим ее слева. Она не имеет авторской подписи, но мы ее приписываем творчеству Тихона Филатипа. А вот справа находится икона. Она стояла тогда на южной стене Богоматери живоносный источник. С этой иконографией русское искусство знакомо с XIV века, но эпизодически. С патриарха Никона, когда празднование живоносному источнику было внесено по греческому образцу в церковный календарь месяца слов, появилась вновь эта иконография, стали писать иконы, стали посвящать престолы храмовые этому сюжету. Обе иконографии выражают идею заступничества Богородицы человеческому роду. Здесь мы тоже видим сирах, больных, которых утешают ангелы и которые черпают воду из чудесного источника, находящегося под Константинополем. И эти люди, уповающие на милость Божью, ее получают, получают исцеление, получают утешение своих скорбей. То есть здесь мы в ноте, как в иконе Иоанна Милостивого, видим с вами простых людей. Вот этот элемент изображения простых людей, простого народа, из которого вышел, собственно, и сам Иван Бронецкий, который был таким тайным инициатором строительства храма в Бронецах, это важная тема русского искусства 17-го, начала 18-го века. Нельзя не сказать еще об одной иконе, которая сейчас находится в совершенно другом месте. Во время закрытия храма в Бронецах эта икона была спасена, вынесена из него, и в дальнейшем оказалась в церкви Дмитрия Солунского в селе Малахово, которая находится недалеко от Бронец. Это самая огромная икона-комплекс, она, безусловно, с ним связана, и это нам подсказывает сам сюжет этой иконы. Она стояла у правого клироса перед иконостасом. Это изображение богоматери Иерусалимской или Гефсиманской. На рубеже 17-го и 17-го века древнюю икону, привезенную из Новгорода, понавил Кирилл Уланов. Тогда эта икона получила название Гефсиманской или Иерусалимской, и Кирилл Уланов написал с нее довольно большое количество списков. Икона находилась в Успенском соборе Московского Кремля, она только-только была прославлена, и Кирилл Уланов написал для нее довольно большое количество списков в первые годы 18-го века. По-видимому, это была часть заказа написать список мирный, точно такой же, как чудотворная икона из Успенского собора Московского Кремля. Икона, к сожалению, сохранила свою авторскую живопись довольно плохо. Сейчас она понавлена, естественно, не по музейным нормам. Это такое церковное понавление. Но, тем не менее, здесь можно догадаться, что ее написал автор, который принадлежал к традиции оружейной палаты, и зная, что большинство таких икон было написано Кириллом Улановым, автором понавления этого образа, с которого, собственно, вновь началась ее история, мы можем совершенно спокойно приписывать этот образ творчеству Кирилла Уланова. Ну и, наконец, икона, которой посвящена выставкам. Мы вновь к ней возвращаемся. Это икона избранных святых. И в центре композиции мы вновь видим с вами архангела Михаила. Изображение его здесь отличается от изображения на храмовом образе. Архангел изображен не в воинском облачении, а в традиционных архангельских одеждах. Он здесь стоит в центре. И слева от него это его одежда. И слева от него мы видим архангела Гавриила. Архангел Михаил и Гавриил они составляют такую устойчивую пару в русской иконографии. В дейсусных одях иконостаса они расположены напротив друг друга. И поэтому не случайно здесь добавлен архангел Гавриил. И нужно здесь также сказать, что ведь не только архангел Михаил был покровителем сельских жителей, которые занимались скотоводством, коневодством. Не только архангел Михаил был покровителем коневодов, но и архангел Гавриил. То есть дополнение его в этой иконе оно здесь тоже не случайно. Ну и посмотрим дальше. Помимо архангела Гавриила здесь еще над ним мы видим с вами двух святых. Слева это Иоанн Воин, а справа это мученик Нина Египетский. Изображение этих святых оно, конечно, очень интересно. Иоанн Воин это святой, почитание которого активное началось в Москве и вообще в России в конце XVII века. Это было связано с тем, что в это время была составлена служба святому. Она была опубликована. Автором ее был придворный поэт Корион Истомин. И святой почитался как помощник в обретении утерянных вещей. Ну, нужно понимать, что в своей практической деятельности Иван Бронницкий вероятно сталкивался с подобными ситуациями. И Иван Воин был по-видимому его покровителем вот именно в его профессиональной деятельности. Но мы не будем забывать, что если святым покровителем самому Ивана Бронницкого был Иоанн Милостивый, то скорее всего Иван Воин был покровителем его отца, потому что Иван Бронницкий имел отчество Иванович. То есть скорее всего здесь представлен святой покровитель отца инициатора строительства этого храма. Что касается второго святого мученика египетского то этот святой тоже судя по многочисленным эпизодам его жития помогал людям в нахождении пропавших или украденных вещей. Ну кроме того на западе Мина почитался как покровитель купечества и учитывая что все-таки икона писалась уже в Петровское время когда культурные границы открывались то нет ничего удивительного в том что он здесь мог появиться именно как покровитель профессиональной деятельности заказчика этой иконы. То есть это все может быть вполне не случайно. Ну и с правой стороны иконы мы видим с вами изображение трех мучеников это Гурий Самон и Авив они считаются покровителями семьи но не только одна из таких сфер в которой они помогают это справедливый суд то есть этот момент он тоже возможно связан с какими-то конкретными событиями в жизни заказчика этой иконы а то что заказчиком этой иконы был непосредственно Иван Бронницкий говорит тот факт что икона это никогда не находилось в иконостасе она стояла всегда в трапезной в отдельном киоте вероятно это был личный заказ Ивана Бронницкого и поэтому писали эту икону не Кирилл Уланов и Тихон Филатев а совсем другой мастер вверху иконы мы видим образ Богоматери Владимирской Богоматери Владимирская это покровительница и Москвы и Царского дома понятно что именно в Москве Иван Бронницкий сделал свою карьеру именно там так сказать он пришел к процветанию и покровительница Москвы здесь естественно присутствует но как я сказала икона она несколько отличается от работ Тихона Филатева и Кирилла Уланова написал ее очевидно мастер немножечко другого поколения молодого поколения об этом говорит характер ее живописи в отличие от икон мастеров названных здесь здесь немножко другие пропорции фигуры они более тяжелые головы круглые но все-таки это мастер конечно оружейной палаты вот такие очень милые нежные лики у ангелов очень напоминают руку Кирилла Уланова скорее всего писал ее ученик Кирилла Уланова но вот складки одежд здесь написано совершенно по-другому более живописно так как писали более молодые мастера я вам покажу несколько деталей этой иконы вот эта рука ангела замечательное живоподобное письмо и вот здесь мы видим как выполнены складки одежд замечательно написаны перья все элементы живописи этой иконы таким образом эта икона и является ключом к разгадке строительства этого храма долгое время даже точные даты строительства его были неизвестны недавно были обнаружены документы где как раз упоминается Иван Бронецкий и вот собственно говоря Иван Бронецкий это и был тот человек который облагодетельствовал свое родное село замечательным комплексом работы мастеров оружейной палаты большая часть была написана в качестве государственного заказа а одна икона вот та самая о которой мы сегодня с вами говорили была выполнена как личный вклад Ивана Бронецкого в программу и сейчас когда икона закончена в реставрации она будет доступна будет опубликована и тем самым полностью этот замечательный комплекс начала 18-го столетия который во всем блеске показывает нам искусство царских мастеров весь этот комплекс и эта икона они будут живыми свидетельствами той высокой традиции оружейной палаты которая развивалась на всем протяжении второй половины 17-го века и была жизнеспособна еще довольно долгое время и в 18-м столетии благодарю вас за внимание еще раз мы встретимся с вами в эфире всего вам доброго берегите себя и своих близких еще раз украшения что Продолжение следует...